Ситуация на границе Израиля и сектора газа, управляемого Хамасом, уже много лет остаётся нестабильной. Перемирие, если и бывает, то ненадолго. Время от времени со стороны сектора газа летят ракеты и снаряды. Для жителей Кфар-Азе, приграничной израильской деревни, это означает состояние постоянного страха и долгие часы в бомбоубежищах. Тяжелее всего, наверное, приходится детям. «Дети испытывают психологические травмы, последствия которых будут преследовать их и во взрослом возрасте, и в старости. Их пугает каждый стук дверью, каждый гудок автомобиля и каждый раскат грома». Жители приграничных поселений пытаются приспособить своих сыновей и дочерей к суровой действительности жизни в такой местности. Детям позволяют играть на улице только при условии, что они находятся достаточно близко от убежища. С момента подачи сигнала воздушной тревоги до того, как ракета вонзится в землю, есть всего 15 секунд. За эти мгновения надо добежать до укрытия, но не все на это способны. «В моём возрасте у меня нет шанса добраться до убежища. Я вижу, что это ранит моих учеников. На переменах они вынуждены бежать в бомбоубежище, а их учитель отстаёт». За эти годы детские учреждения обросли большим количеством защитных приспособлений. И теперь многие из них напоминают бункеры. Что ещё делают в такой ситуации родители и власти? «Существуют программы, сосредоточенные на подготовке детей к реальности, на сопровождении их в эту ненормальную повседневную жизнь. За последние годы было разработано множество техник, которые обеспечивают детей защитными механизмами для противостояния ситуации. Основной момент – не поддаваться панике. Пусть ракета или снаряд упадут, а потом надо просто вернуться к повседневной жизни». Многие жители Кфаразы говорят, что тоскуют по тем временам, когда жили в мире с населением газы. И надеются, что эти времена ещё вернутся. НТД, Кфараза, Израиль. «Халину».